Просто посмотрите на это, такая огромная стая плывёт за моим китом. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и это битва акул в игрушке под названием Fit and Grow Fish. Сегодняшнее сражение будет между вот такой китовой акулой и рыбомечами. Я не буду её прокачивать до какого-то там определённого уровня, потому что, в принципе, ребят, первого уровня будет достаточно для того, чтобы нам сразиться против вот таких рыбмечей. И что же, давайте тогда мы начнём сразу же, наверное, не с одной. Давайте мы сразу же, наверное, заспавним штучки 4, наверное, да? Поэтому сразу же спавним 4 штучки. И смотрите вообще, в чём фишка. То, что когда мы спауним наших вот этих рыбмечей, они сразу же начинают меня атаковать. И это, конечно, очень плохо. Давайте тогда сейчас сразу же попробуем заспаунить 8. И давайте дадим им фору, потому что они начинают сразу же от меня отплывать. Вот сейчас некоторые хотя бы меня немножечко продамажили, и это очень хорошо. Но, как вы помните, начальные стадии у нас довольно-таки лёгкие, потому что рыбёшечки не особо как-то начинают против меня агрессировать. А когда, ребят, мы начинаем спаунить больше, к примеру, вот так, ребят, они начинают уже более-менее как-то против нас противостоять. А что-то они, ребят, по 4, кажется, максимум, да, спаунятся. Да, и тогда сейчас я сразу же вот так 4 и 4 сделаю. Так-так-так-так-так. И в итоге, ребят, смотрите, вот это уже более-менее... Так, смотрите, ребят, а вот тут уже какая-то подстава, они начинают меня атаковать. Не так уж сильно. Эй, рыбёшечки, а как мне за вами всё-таки по пятам-то бегать? Смотрите, вот некоторых всё-таки я успеваю как-то глотать даже на таком большом расстоянии. Но они хотят, кстати, развернуться и начинать меня мочить. Так, ты что хочешь? О, смотрите, вот некоторые всё-таки не промах, ребята, и пытаются меня замочить. Но так как их сейчас слишком мало, я имею, естественно, преимущество. И в итоге фигачу их пока что на раз-два. Они пытаются, конечно, меня уколоть. Но, естественно, это для меня не будет смертельно. И в итоге они просто тупо тратят свои силы прахом. Давайте тогда сейчас я доем вот эту последнюю рыбу-меча. Хотя нет, вот у нас последний рыбу-меч. Хотел меня, кстати, протаранить, но я успел вовремя её зафигачить. Так, ну что же, теперь мы спамним ещё в два раза больше. Получается, наверное, около 30 у нас сейчас будет, да? Воу, ребят, нихрена себе! А вот это капец, какая жёсткая стайка сразу же начинает меня фигачить. Конечно, вот когда, ребят, уже стайки побольше, они начинают, ребят, атаковать меня жёстко со всех сторон. Причём так, тихо-тихо, не заходите меня по бокам рыбёшечки, потому что когда вы заходите по бокам, я не успеваю вас кушать. Так, смотрите, в принципе, рыбёшечки уже начинают более-менее расплываться. Сейчас мы их до конца докушаем и заспамим ещё одну новую партию, которая будет ещё в два раза больше, чем эта. То есть у нас уже будет, грубо говоря, ребят, 60 рыб-мечей. Я, конечно же, начинаю сомневаться, что у меня вообще выйдет из этого. Ну что же, в принципе, всех рыб-мечей я проглотил, да? Дайте, да, сейчас спауню вот такое количество. То есть их, получается, тут, ребят, 60 штук, а может быть, даже и больше. Так, рыбы-мечи получайте, получайте. Смотрите, ребята, тут уже замес, конечно, посерьёзнее будет. Так, тихо-тихо-тихо, не надо, не надо. Давайте тогда сейчас мы немножечко отступим, потому что они начинают меня фигачить только так тихо. Вот, смотрите, с одного фланга разворачиваюсь. Тут, в принципе, ребята, они пока что меня не атакуют, но в любой момент могут это сделать. Так, тихо-тихо-тихо, вот смотрите. Вот какие хитрые, ребят, со всех сторон меня хотят проткнуть своим носиком, но в итоге я как-то успеваю более-менее повернуться и всё-таки их проглотить. Но тут, кстати, уже их стало побольше, и капец. Тихо, ребятоньки, тихо. Вот даже не успеваю хп-шечки, вы знаете, из-за того, что их на самом деле очень много, и они всегда меня успевают как-то потыркать. Так, кушаем тогда ещё вот тебя. Да, и вот этих, ребят, очень борзых рыбёшек, потому что некоторые из них какие-то более-менее пассивные, они, то есть, плавают, ребят, как-то не агрессируют, а вот эти какие-то слишком злые, тихо, ребятоньки. Давайте вы не втроём будете, а по одному хотя бы, да, потому что что-то вы какие-то слишком опасны. Ребят, фигаси, я чувствую себя какой-то мишенью в тире. Они просто тупо как пули в меня летят, и всё. А я должен как-то их пытаться ещё и слопать, да, и разворачиваться в разные стороны. Ну, смотрите, в принципе, сейчас их уже осталось совсем немного, и хп-шечки более-менее я восстановил. Это, конечно, очень хорошо. Давайте я тогда их не буду до конца кушать, потому что на это уйдёт слишком долго времени. Вот, наверное, пару штучечек вот так доедим, и в итоге начнём, ребят, спаунить новую партию, которая будет ещё, наверное, в раза три больше, чем предыдущая. То есть вы представляете, сколько сейчас будет рыб мечей у нас? Я, конечно, не знаю, но давайте мы тогда попробуем их заспаунить поближе именно к воздуху, потому что они тогда будут, ребят, именно нападать на меня, потому что других целей-то и не будет. Так, ну что же, вы готовы? Раз, два, три. И спауни, ребят, вот такое количество рыб мечей. Вот, смотрите, вот это уже эпик, ребят, вы видели? Они сейчас только что все именно на меня хотели заагриться, но тут они что-то как-то передумали и расплылись по разным сторонам, но некоторые со мной, ребят, начинают меня, естественно, атаковать. Так, тихо-тихо, ребятоньки, тихо, не надо, пожалуйста, меня всё-таки стаи вот такой мочить. Ну, смотрите, пока что, ребят, справляюсь на ура. Хоть несмотря на то, что их, ребят, очень много, и они как-то побыстрее меня будут, но я успеваю отразить их атаки. Так, ребятоньки, тихо-тихо-тихо, давайте всё-таки не всей стаи, да? Потому что вас слишком много, а я всего лишь один и могу проглотить вас только по одному. У вас жалко, конечно, что, ребят, кучу целую я проглотить не могу. А если я, допустим, ребят, заспауни вот столько и сразу же попробую всех проглотить? Ну да, кстати, это действует, ребят. Но, конечно же, это слишком читерно и нечестно, поэтому я всегда даю, ребят, нашим вот этим рыб мечам сначала отплыть от меня, чтобы они как-то всё-таки поняли, где они вообще находятся, а потом, естественно, уже против них и пвпшится. Так, ну что же, кушаем, кушаем тогда ещё, ребят, вот этих рыбёшечек, которые тут собрались вокруг меня, вы просто посмотрите, капец, сколько их много. Они, ребят, не уменьшаются, не уменьшаются, я не знаю, что такое случилось, почему их количество не уменьшается, это, конечно, как-то странненько, да? Так, тихо-тихо-тихо, рыбёшечки, опять вы начинаете меня колоть, да? Некоторые даже у меня вцепляются как-то, я не могу их отцепить. Вот, наконец-таки, ребят, скушал одну. И, в принципе, думаю, ребят, можно ещё поднажать и скушать ещё больше рыбёшечек. Давайте тогда спамим вот такое количество огромное. Так, смотрите, ребят, вот это да, просто тупо огромная стая вот этих рыбмечей. И тихо-тихо-тихо-тихо, ребят, а вот это уже опасно, это поинтереснее, и это уже поопаснее, потому что, вы видите, моё количество хпшек. Они просто тупо вот таким тараном на меня идут. Смотрите, как это выглядит сбоку. Капец, держись, держись, китовые акулы, пожалуйста, ты не должна умирать. Может быть, уплывём, ребят, пока не поздно. Смотрите, ребят, в принципе, немножечко отплыли, но их просто дофигища. Они в итоге взяли и слопали меня на таком количестве. Их точно, наверное, было в сумме около тысячи, ребят. Это, конечно, было очень мощно и очень эпично. Вот, можно даже обратить внимание, как они поедают моё мясо. Капец, ребят, такой ёжик какой-то получается из них. Ну что же, ребятоньки, после того сокрушительного поражения я всё-таки решил собраться с силами, вкачал одиннадцатый уровень, то есть, грубо говоря, в два раза больше, чем предыдущий, и попытаемся противостоять нашим рыбам мечам. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что же, давайте тогда приступаем спаунить дофигища наших рыбёшечек. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Всё, ребят, отлично. В итоге у нас есть вот такое количество. И ты не пройдёшь, рыбка, не пройдёшь. Нифига, нифига не дам тебе меня убить. И смотрите, опять они, опять они делают вот эту хитрую тактику, когда они просто тупо в разные стороны, ребят, распространяются, а потом начинают меня вот таким роем фигачить. Тихо-тихо-тихо, рыбёшечки, я должен, я должен как-то вас всё-таки зафигачить. Вот смотрите, к сожалению, моя китовая акула очень неповоротливая, и слишком тяжело как-то мне нагнать вот этих дурацких рыб мечей, которые меня таранят в разные стороны, ребят. И в хвост, и в глаз, куда только они меня не тыкут вот этим своим носом острым. Но в итоге, чё-то как-то, ребят, более-менее я вроде бы отбился от этой атаки. Давайте тогда сейчас мы ещё немножечко покушаем наших рыб мечей, чтобы восстановить более-менее хпшечки. И попробуем ещё больше, ребят, их наспамнить, чтобы их вообще было очень-очень много. Наверное, может быть, тысяча, да, если, конечно, мы успеем вообще такое количество заспаунить. Вдруг они меня убьют, ребят, ещё до того, как я это сделаю. И, блин, чё-то как-то с вас слишком мало мне хпшечек даётся, рыб мечи. Чё вы такие какие-то тоненькие, и с вас как-то мало мяса падает. Ну что же, ребят, в принципе, хпшечки восстановлены. И давайте тогда пробовать следующую партию. Сейчас я постараюсь максимально огромное количество сделать их. Так, давайте тогда сейчас вот так остановимся. И в итоге вы это видите, да? Капец, ребят. Так, тихо-тихо-тихо, рыбешечки, кушаем вас, кушаем. И, блин, надо, ребят, сразу же быстрее к ним в толпу бежать, потому что они начинают распространяться по всему океану. Но когда они так делают, это уже, естественно, знак того, что мы проиграем. Воу, нихрена себе! Ребят, тихо-тихо-тихо-тихо, успокойтесь. Во, более-менее, ребят, они успокоились, потому что вы видели, как они толпой начинали меня колоть в разные стороны. Я чуть не помер. Так, ну вроде бы пока что, ребят, живой. У меня меньше половины хпшечек, но ещё держусь и пытаюсь всё-таки сражаться против наших вот этих рыб мечей. Так, тихо-тихо, рыбешеньки, тихо. Вы всё-таки меньше меня и должны как-то меня бояться, да? В итоге тыкают и тыкают. Капец, какие-то они реально бесстрашные, ребят, на самом деле. И в итоге как-то более-менее разобрались мы с этой толпой. Конечно, остались вот такие герои, которые пытаются всё-таки как-то меня убить. Но, естественно, я их, ребят, проглочу. Да и тогда сейчас мы устроим вообще полный эпик. Спавним вот столько, получается, наших рыбёшечек. И смотрим, что из этого получилось. Воу, ребят, ещё в два раза больше. Начинаю прямо лезть к ним в толпу. И в итоге секунды три, и вот эти рыбёшечки меня убили. Вы просто посмотрите на это. Такая огромная стая плывёт за моим трупом, а он просто тупо в разные стороны вот так вертится. Как-то на самом деле даже смешно выглядит. Ну и, ребятоньки, напоследок этой серии я попытаюсь заспавнить максимальное количество наших рыб мечей. Ну что же, на счёт три мы пытаемся это сделать. Раз, два, три. И понеслась, ребят, понеслась, понеслась. Вот смотрите, сколько уже их наспаунилось. Я думаю, ещё секунд пять, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. И всё, ребят, теперь мы отпускаем. И просто капец. Как их много, ребят. Я даже не успеваю нормально их атаковать. Как-то тихо-тихо-тихо, глотай-глотай-глотай. Воу, ничего себе. Смотрите, из-за того, что я повысил себе уровень, я их, в принципе, очень быстро глотаю. Но если бы у меня был бы такой же уровень, как и в предыдущей битве, то есть где-то, наверное, одиннадцатый, то я бы, ребят, не смог просто тупо сдержать такого количества рыб-мечей. Но в итоге, вроде бы, более-менее, ребят, мы справляемся. Они, конечно, пытаются нас зафигачить. Но всё-таки уровень решает. И мы спокойненько всё-таки отражаем их атаки. И живём. И это, на самом деле, очень хорошо. И на этом будем заканчивать. С вами был Люша. Игрушка под названием Fit and Grow Fish. Если вы хотите следующую битву акул, пишите обязательно об этом в комментариях. Ну, а также предлагайте, каких именно рыбёшек мне между собой стравливать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока.